С уважением к истории родного города. 28 июля 669 лет назад родился князь Владимир Андреевич Храбры. Его подвиги увековечены в истории. А что знают о выдающемся правителе, жителе и госте Серпухова? Памятник, когда он здесь возник, знаете? Сейчас скажу, где-то в 2010 или в 2009 ошибся, да, спорили, спорили, хотели уставить на Соборной горе, потом решили отменить, нет голосования, решили поставить здесь. Учредили знак памяти Владимира Храбры, но и Серпуховича получили. Первый раз в Серпухове? Да, знаете, первый раз. И уже, в принципе, наслышано, что князь Владимир как раз основал этот город. И все знаем о Куликовском сражении, собственно, где он гнал татар. И я считаю, что достойный. Достойный герой для подражания. Да, 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 достойный герой. Сегодня день рождения Владимира Храброго. А что вы еще знаете о нем? Чем он интересен? В Куликовской битве победой. Полк, которым он командовал. Засадный полк, между прочим. Вступил в бой с Монголом, татарами. И русские войска победили. Убираете, чтобы здесь было красиво, и фонтаны, и все. А знаете этих воинов славных? Владимир Храбрый наш. Ну и Юрий Долгородкий, московский князь. По-моему, так, если не ошибаюсь. Владимир Храбрый и Донской, ой, имя забыло. Андрей, нет, не Андрей. Дмитрий. Дмитрий, господи. Дмитрий Донской. Хорошо здесь сделали, просто молодцы. А я из Чехова. Перед нами памятник двум братьям Рюриковичам, которые бросались на Куликовской битве. Мы не можем построить будущего, если не будем знать нашу историю. Очень многие, конечно, не знают. Я им рассказываю. Они кто? Правда. Мы еще в интернете почитаем дополнительно. Это внук Ивана Калиты. Ну, наследственность. У них уже заложено было защищать свою землю. Ну, там у них нижняя усобица еще была. Как всегда, власть делили. Но он еще с 8-летнего возраста проявил себя храбрым, умным, рассудительным. Ну, и в дальнейшем, естественно, историю вошел.